В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проблемы капитального ремонта специалисты ДГХ встретились с представителями управляющих компаний. Всей семьей в будущее реализация областного проекта продолжается. Путь на чемпионство хоккейный клуб Саров-Инвест провел первую игру в рамках плей-офф. Далее расскажем обо всем подробно. С проблемами капитального ремонта представители власти и управляющих компанией нашего города сталкиваются практически ежедневно. За 2015-2016 год работы по капремонту были выполнены лишь по 11 домам, в 2017-м и вовсе в 5. Директор ДГХ встретился с представителями управляющих компаний, чтобы обсудить насущные проблемы и приоритетные направления работы в 2018-м. В 2015 году у жильцов многоквартирных домов в квитанциях появилась новая графа – капитальный ремонт. Как правило, эти деньги перечисляются региональному оператору, который, согласно схеме, тратит их на то, чтобы привести дома и подъезды в надлежащий вид. Но, как показывает практика, эта схема еще далека от идеала. Начисления, которые выставлены жителям по капитальному ремонту в целом по городу Сарово, составляют 370 миллионов рублей с небольшим, то есть это такая сумма большая. Собрано на сегодняшний день, уплачено 314 миллионов. И в 2017 году освоено всего 70 миллионов 800 тысяч. Таким образом, получается, что деньги, потраченные на ремонт домов, составляют даже меньше 20% от начисленных. И, по словам директора Департамента городского хозяйства, на это есть ряд причин. В первую очередь, проблема в том, что подрядные организации не всегда знают особенности того или иного дома, а управляющая компания порой не проверяет их проектную документацию. У нас иногда возникают ситуации, когда уже в процессе строительно-монтажных работ выясняются те или иные необходимости в проведении работ. В этой связи очень сложно вносить изменения в проектную документацию. Возникают определенные конфликтные ситуации. Затягивается период проведения капитального ремонта, что зачастую может привести к срыву сроков. Еще одна причина – порой сами жильцы не соглашаются на проведение ремонта или переносят его срок. Не менее важным на собрании стал вопрос об открытии спецсчетов. По словам директора ДГХ, они позволят не ждать регионального оператора, а более оперативно проводить ремонт в домах. Он актуален на сегодня в тех домах, у которых капремонт в соответствии с программой капитального ремонта отодвинут на более дальний срок. С другой стороны, когда дом большой, то есть он большие суммы накапливает, и за короткий срок он может накопить определенную большую сумму денег, которые может потратить на те или иные виды работ. И чтобы они не лежали там 10 лет пустым грузом, а использовались же в интересах жильцов, поэтому и целесообразнее заниматься вопросами открытия специального счета, чтобы оперативно им можно было распоряжаться. В 2017 году работы по капитальному ремонту были выполнены лишь в пятим многоквартирных домах, и то не в полном объеме. В 2018 году в планах 22 дома. Мария Ирунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Как правило, весна ассоциируется у людей с чем-то светлым и прекрасным, но мало кто знает, что именно в это время года происходит обострение так называемых сезонных депрессий и растет количество самоубийств. В нашем городе уже произошло два случая суицида. В первом мужчина был найден повешенным в подъезде. Подробности второго пока не раскрываются. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Преступники в погоне за наживы нередко выбирают жертвы, детей или пенсионеров. Но случай, который произошел 4 марта в доме по улице Курчатова, по уровню цинизма просто превосходит все остальные. Из-за действий бандитов инвалид теперь вынужден сидеть в четырех стенах. В 9 утра 55 минут по линии 02 зарегистрировано сообщение гражданки Б о том, что из подъезда при неизвестных обстоятельствах пропал пандус для инвалидов. Пандус представлял собой два железных профиля, которые позволяли инвалиду, проживающему на втором этаже, совершать прогулки. И этого удовольствия его лишили. Одна часть прибита к полу, а вторая часть, она навесная. Сняли навесную часть и вырвали с корнем другой часть. По словам представителей УВД, незаконный демонтаж происходил ночью, но никто из соседей никак не отреагировал на шум, который шел из подъезда. Видимо, принцип «моя хата с краю» до сих пор в почете у жителей нашего города. По данному случаю проводится проверка, устанавливается круг подозреваемых лиц и очень хочется надеяться, что виновные будут найдены и наказаны. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Проект благоустройства парка культуры и отдыха имени Зернова будет заявлено от Сарова на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды. Окончательную концепцию будущей реконструкции парков, которую учтут и мнение горожан, направят конкурсные комиссии в конце марта. Предложение саровчан принимается в здании администрации в кабинете номер 219. Проекты-победители смогут получить из бюджетов России и региона до 50 миллионов рублей на реализацию в 2019 году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В эту субботу, 10 марта, в Доме молодежи пройдет выставка «Мартовские коты». Саровчан приглашает посмотреть на шоу домашних кошек и представления различных пород. Также гости выставки выберут самую лучшую в нашем городе породистую кошку. Для детей будет работать игровая зона с аквагримом, конкурсом рисунков и мастер-классами. Более подробная информация по телефону 53210. 6 марта в прокуратуре состоится Всероссийский день приема предпринимателей. Напомним, такие встречи проходят на регулярной основе ежемесячно каждый первый вторник. Бизнесменов примут руководители городских и районных прокуратур. Клиническая больница номер 50 предупреждает. В связи с предстоящими праздниками запись к врачам в поликлинике на следующей неделе будет размещена в среду 7 марта. С 7 часов утра в первую и детскую поликлинике и с 18 часов в поликлинику номер 2. Юные саровские музыканты продолжают покорять музыкальные олимпы по всей стране. В Московской области прошел Всероссийский открытый конкурс эстрадно-джазовой инструментальной музыки. В номинации «Ансамбль» в честь нашего города и всей области защищали воспитанники детской школы искусств. Фортепиану-дуэт стал на престижном фестивале вторым. Они вторые, но они настоящие победители. Это тот случай, когда первое место жюри не присуждает вообще. Так что, можно сказать, ребята стали лучшими в своей номинации. На фестивале Арина и Сергей исполняли композиции Эдуарда Коломановского «Ты говоришь мне о любви» и Марка Менкова «В порту» в аранжировке Ирины Раковой. Ребята молодцы. Ребята освоили необходимую в данном случае джазовую артикуляцию и ритмику, и пластику джазовой музыки. Поэтому, я думаю, как раз в первую очередь, жюрия оценила, что у нас получилось такое характерное джазовое звучание. Аранжировку преподаватель писал специально для своих учеников с учетом их возможностей и потенциала. Обе песни ребятам хорошо знакомы. Одна более озорная из детского мультфильма, а другая лирическая и близка ребятам по настроению. Мне затронуты очень, наверное, актуальные темы сейчас, которые для нас. Это, наверное, счастье какое-то, немножко любви в ней. Джаз – это особенная музыка, и свободно обращаться с мелодией могут позволить себе только опытные мастера. А дети на сцене играют, что называется, домашние заготовки. Но сделать это нужно так, чтобы в исполнении чувствовалось гармония и свободы джазовой музыки. Она отличается от классической тем, что она более заводная такая. Ну и сам простор в джазе очень большой. Та же импровизация. Можно что угодно сочинить, это может стать интересно. Участвовать в конкурсе, где возглавляет жюри знаменитый Олег Кролл, автор музыки, кинофильм «Мэйджа» и «Зимний вечер в Гаграх» – престижно и почетно. А получить награду – это равносильно путевке в жизнь. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей СОРОВ-24. Практически уже два месяца в образовательных учреждениях нашего города реализуется проект «Всей семьей в будущее». Он направлен на реализацию социально значимых мероприятий с участием родителей, школьников и активистов детского общественного движения. И в рамках этого проекта ученики школы номер 10 вместе с мамами и папами приняли участие в интеллектуальном и спортивном марафонах. Подробности далее. В рамках проекта «Всей семьей в будущее» для детей и их родителей педагоги школы номер 10 подготовили интеллектуальный марафон. Участникам предстояло проверить свою юридицию и разгадать логические загадки, а также проверить свою память и знания русского языка. Действительно очень интересное взаимодействие детей и родителей. Очень сложно удержаться и не подсказывать ребенку, когда прям ответ кипит в душе. Игра достаточно высокий уровень показала и вопросов, и знаний. Помимо интеллектуального марафона учеников ждали еще и спортивные состязания. Около 10 заданий на ловкость, скорость и слаженность действий. Всего три команды и лишь один победитель. По итогам соревнования титул чемпионов спортивного турнира забрала семья Кравченко. Конкурсы были сложные все-таки, но мы справились. С самого начала решили не сдаваться. Занять первое место. Цель была первое место. Мороться до конца. Цель проекта «Всей семьей в будущее» – создать условия для реализации творческого потенциала не только у детей, но и их родителей. А также повысить социальную активность всех участников проекта. Каждую субботу, как минимум каждую субботу на разных площадках школы, в зависимости от увлечения наших семей, мы реализуем этот проект. Это и дискуссионные клубы, это и конкурсы «Папа, мама, я, читающая семья», это интеллектуальные турниры, это спортивные площадки. Уже 17 марта педагоги школы номер 10 готовятся провести для детей и их родителей инженерную олимпиаду. В ней участникам предстоит показать свои навыки работы с компьютером и проявить свои изобретательские способности. Цель семьей в будущее! Ирина Лашегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». На протяжении всего регулярного чемпионата Первой лиги хоккейный клуб «Саровинвест» удивлял болельщиков. Это всегда были встречи полной эмоции и быстрых атак, и, как правило, все они заканчивались с крупным счетом. Саровчане решили не изменять своим традициям, и игры плей-офф тоже начали с разгромной победы. Наши спортсмены принимали на своем льду команду из Арзамаса. Двузначного счета на табло же в первом периоде не ожидал никто, ни болельщики, ни игроки Арзамаса. Не сбавляя темпа, «Саровинвест» проводил атаку за атакой, и шайба вновь и вновь оказывалась в воротах соперников. Хоккеисты Арзамаса не смогли построиться под скорость «Саровчан» и, как результат, 10-0 уже в первые 20 минут. Начали просто активно. Соперники не ожидали такого начала, и все, задушили их в зоне. Зрители на трибунах пришли поддержать игроков и получить удовольствие от красивой борьбы на льду. Первая игра плей-офф показала, что «Саровчане» ни при каких обстоятельствах не намерены расслабляться и снижать планку. Команда играет хорошо, приятно на них посмотреть. Наши ребята хорошо играют, эмоции. Уверенно выигрывают. Профессиональная команда показывает хороший уровень. Интересно смотреть. Отлично, как и всегда, в принципе. Игра идет отлично. Ребята стараются. Они слабоват, конечно, Арзамас. Чего там говорить. Не ослабили хватку спортсменной «Саровинвеста» и во втором периоде. И в итоге соперники пропустили еще семь шайб. И только в конце игры хоккейным клубом Арзамас удалось реализовать две атаки и размочить счет. Матч закончился со счетом 18-2. Нам не хватило, знаете, каждый раз у нас почти это происходит на каждых играх. У нас вот сделай два-три шага до шайбы. То есть вот какие-то мелочи совсем, вот мелочи сделай в игре. И считай, элемент у нас доработан в игре. У хоккеистов Арзамаса есть совсем немного времени, чтобы проанализировать свои действия на льду и сделать работу над ошибками. Матч-реванш состоится 9 марта. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Но найти лакомство по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Ледовом дворце с 5 по 7 марта проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. И такая популярность этого меда вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный и доступный цветочный мед – всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый, мед с прополисом и маточным молочком, гречишный мед, мед диких пчел, а также редкие сорта этого натурального лакомства. Например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной рысы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это очень хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пергой – настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в перге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней, с 5 по 7 марта. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте saru24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова